Моё телевидение. Второе. Своё радио. Третье. Свой универсальный портал, на котором отражался бы жизнь каждого горожанина. Ему личную страничку. Мы бы всё это разворачивали. Мы бы помогали им решать их проблемы. Вот у меня есть несколько книг по гвозданской журналистике. Понятно, те же не те, читали не те, как правило, читали не те, кому-то не нравится. Но я абсолютно убежал, что старая традиционная журналистика, которая передаёт от кого-то кому-то информацию, умерла, сколько бы она ещё не проживала. Возникает новая журналистка, которая связывает людей, помогая им решать их проблемы. Их проблемы, а не проблемы власти. В всём моём хорошем отношении к власти. Понимаете, это совсем другой мир, другая журналистка. Но, чему-то ведь уже не новость. Это уже даже многие понимают. Уже пытаются это сделать. Но вот, во-первых, аудитория наша, слово аудитория тоже скрипеть не могу, да, она отстранена. Вы там, ребята, что-то пишите интересное, а мы, наверное, почитаем. А в завершении проблем к власти, власть решает нам проблему. То есть вот, пока мы будем разделять власть, патерналистская, решающая проблему, мы тут сидим, ежевенцы, дайте нам хорошую жизнь, а пресса развлекая нас, как это мёртвое общество. Тут ничего нельзя сделать. Поэтому проблема в том, чтобы искать способы взорвать вот эту рутину, эту тину, в которой мы все с вами живём. Да. Да. Вопрос в том, что вы говорите о том, что в российской пиаре примерно 91% это пиар. Да, 80%. Мы знаем, что реклама и пиар в местной региональной пиаре себя гораздо меньше. Получается, что там больше говорится? Да ну что вы, там сплошной пиар в местной власти? Да? Нет, я сейчас снимаю вопросы различной пропаганды, рекламы и пиаре нашей профессиональной игрушки. На сегодняшний день, по нашим подсчётам, не менее 80% всех текстов в сервисе с КПС и в среднем, кроме ведомости, спасибо вам, если для ведомости новой газеты немножко отвечать, 80% всех текстов кем-то проплачены или инспирированы. Не важно, это реклама, открытие, пиар-скрытие, 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 20% попытка журналистов сказать от себя чего-то. Ну и в том же помощи на зарплату, как я что-то там пожелал. Но все равно, смотрите, 40% журналистов сегодня в России испытывают саму цензуру. Еще 40% цензуры внешних сил. 20% ну 11% не знают испытывать не цензуру, я вот здесь пишу, что это та фраза. А 9% говорят в нашей анкете, нет, у нас нет цензуры, я ищу этих журналистов. Я их нахожу, это тросводы и журналы Санта-Город, вот они и испытывают цензуры. Понимаете, мы привыкли к этой жизни, она нам удобна. Как китаянским принцессам ноги свинчивали в колодке, и потом они ходили в эту припрыжечку, да, и они казали, что так и надо ходить. А когда колодки снимали, знаете, как тяжело ходить без колодок. Вот мы сейчас с вами, сейчас ситуация, колодки вроде снимают, и скажут, что сняли. Но снимают, а ходить очень неудобно. Поэтому нужна готовность, и я как раз к этому хотел бы и пригласить вас. Готовность жить в другом мире, где не будет колодок. У меня всегда будет люди, которые будут хотеть их надеть, но вот их уже почти не будет. Спасибо.